Музыка Представление о том, что центр города должен быть застроен обязательно многоэтажным, многоквартирным жильем, а не, например, малоэтажным, усадебным. Он очень плотно сложился в советский период, и его сейчас не могут переступить городские управленцы, поэтому строительный бизнес, крупный строительный бизнес, когда он приходит на территорию города, он, конечно, прежде всего претендует на центральную историческую часть, которая во многих исторических городах застроена деревянной или каменной малоэтажной усадебной, когда-то бывшей усадебной, потом во время советского периода она была превращена в коммунальное жилье, но такой застройкой. И она не рассматривается как ценность, а рассматривается лишь как резерв территории, который надо снести, и вот уж на ее месте, наконец, возвести красавцы из стекла и бетона, которые составят облик города. В советский период, мы должны это констатировать, специальность городостроительства превратилась лишь в визуализаторщиков, которые графически изображали те решения, которые принимались в совсем других областях, транспортных, энергетических, инженерных, военных и так далее. Во многом городостроительство утратило вот эту амбициозность, основанную на истинном знании о том, как живут люди и что им нужно для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Вот это нужно вернуть им в виде знаний. Всего лишь одна специальность отвечает за среду в целом. Все остальные специальности, присутствующие в системах городского управления, в системах управления развитием жилой среды, они отвечают за те или иные фрагменты. Медицина, образование, культура, история, музей и так далее, и так далее. Это все лишь фрагменты, слои или срезы городской среды. Городостроитель эту действительность схватывает в целом. И его задача увязать развитие этих систем так, чтобы они взаимно дополняли друг друга, не перевешивали. Вот этот баланс между представленностью в городской среде различных аспектов, которые определяют качество и уровень жизни, это задача профессии городостроителя, никакой другой. Документы территориального планирования Конечно, документы территориального планирования. Конечно, генеральный план. Бизнес сиюминутен. Перерабатывая и переделывая эти документы, отказываясь от этих знаний, имеющих долговременный лаг развития, потому что эти документы предполагают, задают границы и рамки развития городских структур на 40, 50, 60, 70 лет и больше. Вот в рамках этих временных параметров бизнес, приходящий на территорию, способный ситуативно принести даже большие деньги, он всегда частичен и фрагментарен. И подчас в рамках вот этих долгосрочных стратегий, перспектив видений, может быть даже ошибочен. Потому что, возвращаясь к тем же центрам исторических городов, мы видим, как за последние 15-20 лет крупные строительные фирмы, приходя в городскую среду, выдавливали и уничтожали средовую застройку. Я считаю, что, как и в любом глобальном деле, работа должна вестись по многим разным направлениям. Конечно, необходимо вносить изменения в существующее законодательство. И работа в этом направлении ведется, и различные люди, приклад понимающие в том, какие изменения вносить, почему, тесно находящиеся в этой сфере. Они, конечно, эти предложения вносят. Это просветительская и образовательная работа на уровне городского менеджмента. Она тоже ведется. Это работа на уровне реформирования системы образования. Потому что обозначена острая потребность в городостроителях. Необходимо не просто увеличить количество студентов, которые посвящают себя этой профессии, но и кардинальным образом изменить систему учебных предметов.